Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля. Добро пожаловать в гости, устраивайтесь удобнее. Если вы такой же любитель парфюмерии, как и я, я уверена, вы у меня в гостях не заскучаете. Сегодня у нас стартует второй сезон супер игры от интернет-магазина парфюмерии косметики Рандеву. У меня для вас припасена, для вас и для меня также припасена вот такая вот замечательная коробочка, которая запакована, которая уже, наверное, неделю ждет своего часа. И этот час настал, час пробил. Сегодня мы будем с вами ее распаковывать, читать правила и, конечно же, участвовать в такой замечательной игре. Я надеюсь, что многие из вас видели первый сезон. Это было очень увлекательно, это было очень познавательно. Познакомилась со многими блогерами, даже которых и не знала, поэтому есть в этом смысл. Такие игры, они объединяют, такие игры, они очень-очень интересны. Смысл в том, что видео надо снять с одного дубля. Для меня это очень сложно, мне кажется, даже сложнее, чем распознавать ароматы, потому что я не очень люблю вот это вот все затянутость, не очень люблю вот эту вот гриворукость в плане открытия посылок. Но я сейчас буду с вами говорить и параллельно это делать. Я, знаете, да, так что, пожалуйста, потерпите, пожалуйста, наберитесь сил для того, чтобы смотреть видео без монтажа. Это основное правило. Так, пожалуйста, не надо телефон дрыгаться и не надо нам портить кадры. Я еще тот человек, который разгадывает ароматы по нотам вслепую. То есть, имея огромную коллекцию и красочно на камеру описывает тот или иной аромат, когда мне закрывают глаза, я очень часто впадаю в ступор. Поэтому с закрытыми глазами для меня сложно-сложно угадывать ароматы. Сложно даже из моей коллекции, что уж говорить про какие-то незнакомые. Давайте смотреть, что нам прислали. Я убираю сразу пупырку и мы с вами, наверное, заглядываем в первую очередь в конвертик. Первый конвертик у нас беленький, второй с логотипом Рандеву. О, это суперклассно. На этот раз Рандеву продумали блотеры, хотя я уже приготовила свои, пронумеровала их. Скорее всего, я буду также эти блотеры нумеровать, потому что в первый раз, когда я играла, очень хотелось вернуться потом к некоторым ароматам, чтобы их перепробовать заново, но в процессе съемок я уже немного запуталась и потерялась. Поэтому будем не только наносить, но и нумеровать в этот раз. Давайте почитаем правила, основные правила. Перед нами, как обычно, аромабокс, восьмое чувство, второй сезон с таинственными восьмью ароматами. Наша задача, как обычно, познакомиться с композициями, с подборки и поделиться своим восприятием. Соответственно, какие ноты мы чувствуем, определить 4-5 самых ярких нот. Ну, это, знаете, такое задание прям для профессионалов, наверное. Но мы попробуем это сделать. Ответить, является ли аромат бюджетным, либо это более дорогая ценовая категория. И описать свои ощущения. Составьте свой собственный рейтинг ароматов в подборке от 1 до 8. Где один самый понравившийся аромат и восьмой аромат, который не заслуживает похвалы. Надо не забыть это сделать, потому что в первой игре такого условия не было. И надо объяснить свой выбор. Начиная описывать аромат, назовите его номер, указанный на пробнике. И постарайтесь ответить на вопросы максимально емко. На основе наших ответов будут подведены итоги. Да, кстати, также эта игра будет опубликована 27 числа. Это видео, скорее всего, вы смотрите. Поэтому, конечно же, я буду очень рада, если вы проголосуете за меня на канале Рандеву под соответствующим видео. Если будет за что, конечно же, голосовать, потому что я, если честно, немного переживаю и волнуюсь. Ну, будь что будет. Для меня главная часть и главное вообще просто то, что магазин не обделил вниманием. И главное то, что я в числе тех самых блогеров, которые считаются экспертами в мире парфюмерии. Ну, это да. Это очень приятно. Давайте начинать. Открываем заветную коробочку и здесь нам представлены 8 ароматов, которые подписаны сэмпл. Сэмпл 1, сэмпл 2 и сэмпл 3. По традиции мы начнем, конечно же, с первого сэмпла. Я наношу его на блотер и не забыть мне этот блотер пронумеровать, чтобы потом к нему, если что, вернуться. Давайте михать. Свежий сладкий аромат с ярко выраженными зелеными нотами. Когда я его распыляю и вот прям вот сразу-сразу не ухаю, почему-то он кажется как будто немного чуть мужским. Возможно, здесь есть мой любимый гальбановый, который меня очень привлекает в последнее время в ароматах. Давайте посмачнее его нанесем. Знаете, что-то такое очень весеннее, свежее, зеленое, цветочно-сладкое. Пока не могу сказать, что точно, но то, что это приятно, то, что это, скорее всего, очень красиво раскроется на коже, это факт. Я не слышу здесь ничего того, что могло бы удешевить этот аромат. То есть, скорее всего, он плюс-минус такой средней ценовой категории. Это не масс-маркет, это не совсем какая-то такая супер дешевая композиция. Это зеленый, гальбанумный, травянистый, не знаю, какие-то 5-6 нот. Я не знаю, смогу ли я вообще подобраться настолько глубоко к той или иной композиции. Мы пока его оставим и, возможно, потом вернемся, если будет мне что сказать заново. Пока первое впечатление очень приятно, потому что... Знаете, потому что, почему? Потому что он мне напоминает что-то по типу Шанель 19, Шанель пудр. Но нет, это, скорее всего, не пудр, а может и пудр. Вот что-то такое по типу Шанельевских девятнашек. Кстати, очень близко к, да, именно пудровой версии. Давайте еще оставим, попробуем не гнать коней, а все-таки вернуться. Потому что первые впечатления такие очень всегда поверхностные. Это раз. Во-вторых, ты снимаешь на камеру, ты переживаешь, это два. И в-третьих, конечно же, ароматы в полной мере всегда раскрываются лучше на коже. И с блоттера иногда не совсем информативно. Подписываем аромат номер два. Сладкая конфетка. Абсолютно такой проходной аромат на тему сладкого ванильного сахара. Это первые эмоции, то, что я могу сказать. Девчачий, очень милый, ни к чему не обязывающий. Что-то по типу мазкина той, вот этого, который баблгам, розовый мишка. Ну, это, скорее всего, не он, потому что вот я не чувствую вот этот вот самый бубльгум на старте. Но в базе, кстати, мишка очень похож вот именно вот этими сладко-розовыми, розными нотами. Засахаренные лепестки роз, ваниль, сахар. Это если перечислять, допустим, ноты. Возможно, есть чуть-чуть каких-то таких лёгких цветочных нот, но всё-всё глубоко засахаренный, поэтому нот забивает именно вот эту вот сладость. Приятное, ничего сказать не могу, нет ничего такого, чтобы сильно прям вот отталкивал. Если вы любитель сладеньких ароматов таких незамысловатых, понятных каждому, то почему бы и нет. Оставляем, вернёмся и едем дальше. Мне очень не хочется затягивать видео, потому что я сама не люблю вот такие вот супер растянутые видео на час, час с лишним. Мне кажется, всё-таки зрителю хочется как-то более ёмко услышать ответы на все те вопросы, которые нам задали. Поэтому, поэтому так. Так, аромат номер три. У меня в носу уже что-то такое непонятное, и с каждым ароматом всё труднее и труднее, конечно, определять ноты, определять вообще их ценовую категорию, тем более. Их в открытом-то доступе не всегда определишь, а закрытыми глазами тем более. Бывает и в люксе можно найти ароматы дорого и звучащие, но которые стоят бюджетно. Бывает в нише, бывают такие композиции, которые вообще внимания не заслуживают. То есть, это всё очень субъективно. Ирисово-водянистый такой аромат. Опять же, очень весенний. Опять же, здесь пудра. Пудровый ирис. Что-то мне он очень сильно напоминает. Вот этот аромат, прям, знаете, как будто я недавно похожее где-то проносила мимо носа. Что-то похожее проносило мимо носа. Ирис. Однозначно ирис. Однозначно пудра. Очень женственный. Такой деликатный, опять же. Без сильной сладости. Аромат на каждый день, повседневный. Ценовая категория. Очень сложно. Что-то по типу Прада Ирис, но это не она. Это вот просто схожие композиции, схожие направления. Давайте ценовую категорию также оставим на потом. Пусть они немного полежат на блотерах. И я потом, наверное, сделаю еще один круг. И отвечу на недостающие вопросы. Так, аромат номер 4. Сэмпл 4. Ну, это что-то от Тициана Терренси, это точно. Ну, либо какая-то вариация у Саспира. Есть вот такие вот сильно мускусные ароматы, которые прям зубодробительным мускусом отдают свою носительницу или носители и заполняют собой все пространство. Вот после этого мускуса будет еще сложнее. Но это всего лишь четвертый аромат. Фрукты. Фрукты. И такой вот ядреный, ядовитый мускус по типу кирки. Но также кирки еще более сладкие, еще более ядовитые. Здесь как будто бы чуть-чуть композиции приглажено. И вроде как бы чуть поспокойнее. Но вот этот вот ядовитый мускус... Есть такое дело. Знаете, я нюхаю, и они мне все кажутся плюс-минус какими-то такими родными, что ли. То есть что-то либо наподобие есть. Либо, возможно, какой-то из этих ароматов у меня имеется в коллекции. Но конкретно сказать сложновато. Да, это может быть либо ксержев с его линейкой со спира, типа эрбопюры и этими подобными ароматами. Либо что-то из кассиопии и эндромеды. Такие. Такие эмоции. Давайте перейдем к пятому аромату. И надушим пятый блоттер. Обязательно подпишем. Кстати, намного удобнее подписывать ароматы, потому что ты уже спокойно сможешь вернуться и обновить свои эмоции. Это опять сладость. Это опять гурманика. И это что-то, что-то. Прям я смотрю на свой шкаф. Прям как будто я недавно что-то похожее где-то слышала. Но знаете, очень сложно. Ни один аромат я не узнаю в лоб, не узнаю вот прям конкретно в лицо. Но в предыдущей игре все равно были какие-то такие прям ярко выраженные представители тех или иных ароматов, которые прям вот сразу ты понимаешь, что это. Хотя организаторы схитрили и подсунули нам вообще-то такие очень необычные редкие ароматы. Но в этом и был весь, наверное, интерес. Не знаю, что на этот раз, но то, что я их не узнаю, это точно. Что-то, знаете, такое, опять же, сладкое. Чуть свежести есть. То есть сладость ванильная, сладость сахарная. Но в то же время какая-то такая карамельно-леденцовая нотка, которая придает все-таки этой сладости немного воздуха, немного свежести. Да, вот ощущение вот какого-то леденца, возможно, леденца вымазанного в пудре, возможно, какой-то такой очень сладкой фруктовой карамельки. Что-то очень-очень похоже. Вот прям вот на зубах вертится, на языке вертится, но не могу вспомнить даже примерно. Потому что у меня в последнее время было столько много разных проб, столько разных новых ароматов. И приезжали, и в магазин я ходила нюхать, поэтому... И про цену тоже. Давайте оставим цену на потом. Сложно, ребята. Это правда сложно. Давайте перейдем к шестому сэмплу. Нет, чуть-чуть потек. И он сразу виден такой ядовитый, насыщенный цвет у него. Так, это у нас шестой цвет. Шестой цвет, шестой было. А шуты? Шестой сэмпл. Вот, видите, у него такой насыщенно-коричневый цвет и очень вкусное содержимое. Ну, это ближе, скорее, наверное, к такой нише, глубокой нише. Ниши, которые, скорее всего, дорого стоят. Кофейный, карамельный, алкогольно-табачный. Ну, это не факт. Это вообще далеко не факт. Я не узнаю, я честно, я не узнаю ни один из них. И я понимаю то, что я вообще как бы плохо ориентируюсь. Но сейчас мы еще пройдемся по второму кругу. Возможно, будут какие-то открытия. Вроде бы и сладко, но сладко-спокойно. Это та сладость, которую хочется носить. Это та сладость, которую хочется обонять с кого-то. Абсолютный аромат унисекс. Я бы сказала, наверное, да, что это ближе к нишевому звучанию. Он даже красит блотер, если что. Такая, знаете, сладко-несладкая гурманика. Сложно, не знаю я этих ароматов. Абсолютно не моя как бы тема, на мой взгляд. Хотя, возможно, это и не так. Блотер номер семь. Душим сэмплом номер семь. И, соответственно, подписываем. Соответственно, что-то такое приятное. Что-то такое супер милое. И, опять же, я ни один аромат не могу рассмотреть как супер какой-то бюджетный. Ни один у меня не вызывает каких-то отрицательных эмоций. Ни в одном из них я не слышу ярко выраженных каких-то там спиртовых нот, которые бывают свойственны прям сильно дешманским ароматам на старте. То есть здесь ценовая категория у всех плюс-минус, мне кажется, такая средняя и выше средней. Это очень, как бы, как сказать, знакомо, приятно. Мне кажется, у меня даже что-то такое есть, но я не разражусь. А, знаете, что? Что-то такое немного болотно-ядовитое. Возможно, здесь есть гордения, которая даёт такой вот ароматный, чуть-чуть болотистый, кувшинковый какой-то душок. Иногда вот мне в ароматах. Гордения 100%, с плотными тугими мясистыми листьями, очень-очень такая наполненная нектаром, очень наполненная, наполненная нектаром, отдающая весь свой сок. Амуаш мифы. Мифы, да. Погодите, не мифы. Мифы это фиолетовые. Это фигмен. Фигмен. Тот, который в голубом флакончике. Не ты ли это, моя родная? Очень близко, поэтому я, наверное, не буду больше насиловать свой нос, потому что здесь хотя бы чуть-чуть плюс-минус было что-то понятно. Да, это очень похоже на красивый горденевый аромат, который у меня плюс-минус есть. Ну, не знаю. Давайте едем дальше. И дальше мы с вами распыляем блотер флакон номер восемь на блотер номер восемь, соответственно, и подписываем. Ну, давай, 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 давай. Очень хочется угадать, конечно же. И азарт просыпается именно тогда, когда ты угадываешь, когда есть какой-то плюс-минус понятие, и очень сложно снимать тогда, когда ты мимо. Ну, это вообще для меня новьё, это композиция абсолютно новая, такого я не слышала, такого у меня точно нет, такого я не пробовала, и я абсолютно не в курсе, что это. Нишевый, дорогой, не совсем такой вот аромат для каждого потребителя, для каждого человека, то есть это такая обособленная ниша, которая, понятно, людям, которые, наверное, испробовали всё и ищут каких-то парфюмерных приключений. Я не скажу то, что мне это нравится. Здесь ярко выражены травянистые ноты, которые дают немного кислинки, даже такой значимой кислинки. Возможно, здесь есть ветивер, который не совсем в самой лучшей интерпретации представлен. Для меня имеется в виду. Да, как будто вот много травы, и трава именно какая-то кислая. То есть первое распыление было намного приятнее для меня. Боже, это даже вот рядом, рядом не стояло со мной, нигде не проходило, не пробегало и не лежало. Вот знаете, может быть, даже это наоборот, что-то сильно такое прям дешманское и совсем бюджетное. Но, знаете, вот не на каждый нос, абсолютно на любителя. Он какой-то невнятный, вот сейчас уже невыразительный. И мне пахнет именно какой-то кислой травой. Давайте оставим. И пройдемся еще раз по композициям. Возможно, какая-то новая мне придет идея. Первый, ой, он уже очень-очень плохо слышен с блоттера. То есть это говорит о том, что он нестойкий, либо совсем очень нюдовый, совсем очень-очень такой. Вторая кожа мне, блин, по-моему, он мне напоминал пудровую шанель и еще какой-то из них. Второй раз даже, знаете, уже нос не цепляет, потому что нос переполнен эмоциями, так же, как и я. Пудровый ирис по типу, да, шанеля. Пудровый шанель. Ну, вот что-то на тему вот этих вот весенних цветов, гиацинтов, ирисов, таких женственных, тонких, очень-очень деликатных. Аромат вторая кожа, аромат на повседневку. Ну, такое. Второй вообще какой-то стал, по-моему, про него я говорила, то, что это какая-то избыточная сильная сладость. Это не Мишка. Если это про него я говорила. Ничего интересного не осталось на блотере после того, как я сделала целый круг. То есть это говорит о том, опять, что не совсем такое интересное раскрытие у аромата. И так же как-то он какой-то безликий, абсолютно не цепляет. Неинтересно. Не знаю, что это. Вот, да, первый, возможно, это пудровый шанель, а вот третий тоже на тему гальбанума, на тему зеленых нот, но уже приятных зеленых нот. Ирис такой вот прям гладкий, округлый, немного водянистый, очень приятный. Что-то вот на тему ириса. Что-то, что-то вот, что вертится на языке, но не могу я никак. Господи, было бы чуть больше времени, невозможно бы я вспомнила, что же это такое, но это очень-очень близкий аромат. Очень жалко, потому что, правда, он для меня, мне кажется, прям вот мега знаком. Так, четвертый, это у нас по типу Теренси, да, ну да, здесь так и остался вот этот вот зубодробительный мускус, который заполоняет с собой все, по типу Драка, Кирки, Дромеда, Эрбопюра. Возможно, кто-то из них, возможно, что-то еще от этого бренда. Я не могу сказать за все, потому что я не со всеми ароматами знакома. Но вот этот вот очень узнаваемый мускус, который, ну, знаете, в Монсерах, Монталях он также может, может быть. Ну, почему-то первые эмоции, первые впечатления, это вот этот мускус из Теренси. Не знаю. Так, пятый. Это я вам говорила про то, что это свежая сладость, с леденцами, с карамельками. Ну да, в принципе, так и осталось. Не забыть, да, мне еще сказать, какой больше, какой меньше понравился. А то я уже это... Вылетело из головы у меня это задание. Но, знаете, тут и по нотам-то как-то я не больно прошлась. Свежий сладкий, карамель, ваниль, также есть немного мускуса, но более чистого, выбеленного. Возможно, чуть древесных нот. Это если по нотам пробежаться, но это так вот очень, очень округло, я сказала. Это к каждому аромату, мне кажется, можно примерить. Ярко выраженных. Вот, знаете, нет каких-то ярко выраженных нот, которые можно конкретно вычленить в том или ином аромате. Поэтому сложно. Шестое. Это который вот у нас, да, как я его охарактеризовала, гурманский кофейный, ликерный, древесный. Ну, это как бы ноты. Какая-то амбровость в нем есть. Но сам аромат такого насыщенного цвета, он нам говорит за то, что в нем есть какие-то такие очень яркие, насыщенные, глубокие компоненты. Ну, это интересно, да, это интересно, но я не скажу то, что прям какой-то аромат меня зацепил. Вау, прям. А, да, это у нас с горденей, возможно, амуаж, да? Фигман. С мифами всегда путаю. Миф это, который про хризантема, который фиолетовый. Это миф. Эта трава вообще ужасная. Меньше всего понравился восьмой. бетивер, травянистые ноты, возможно, лимон, возможно, какие-то несладкие цитрусы, которые придают это именно кислятины. Нет, не понравился, нет. Нравится вот, что мне в мифе нравится очень, да, я их сильно люблю. Если это, конечно, они, либо какая-то вариация на... Я очень хочу разгадать третий номер, но мне не суждено, потому что видео уже занимает полчаса, и я не имею права просто надругаться над вами еще больше, надругиваться, потому что я понимаю то, что не совсем, наверное, интересно, когда человек сидит и просто перебирает бумажки. Мне будет крайне интересно узнать, что это за аромат, потому что это прям вот очень близко. И первой в духе пудровой Шанель, прям, знаете, секунду я попробую нанести его на руку, и, возможно, мне так будет легче. Ну да, я, наверное, скажу то, что это она. Шанель пудр 19. Сурки, кстати, ароматы звучат более. Давайте третий, вот этот вот, который для меня, который для меня почти открылся, но я никак. Ладно, не будем, я не знаю, возобраняется смотреть на свои парфюмерные закрома или нет. Нет, наверное, наверное, все-таки так не получится. Ладно, ребят, не буду я больше вас задерживать. Я надеюсь, что это видео было вам интересно, полезно. Видео без стоп-кадра, видео без обработки, поэтому, конечно же, оно немного задержалось. Я очень буду рада, если вы проголосуете за меня, если вы поддержите меня, потому что я на самом деле старалась. Отгадала, не отгадала, это уже второй вопрос. Увлекательный был аттракцион. Я очень благодарна интернет-магазину Рандеву, что они придумали такие вот классные мотивирующие мероприятия, которые исполчают блогеров и прибавляют каждому из них каких-то новых подписчиков. Все, я вас всех люблю, целую, пока, до новых встреч!